МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинскому моряку в Иране грозит смертная казнь. В чем обвиняют? Переезд под протесты из-за открытия посольства США в Урусалиме на границе с газой. Столкновение чем обернулись стычки? Новый состав Центра избиркома могут утвердить уже на этой неделе. Если в парламенте договорятся. Столь ее меньше, чем кандидатов. Что еще депутаты будут рассматривать на этой неделе? И какие проекты станут ключевыми? Подробнее Елена Зорина. После длительного перерыва они возвращаются к работе. Но три недели вне сессионного зала парламентариям трудолюбия не добавили. Наполеоновских планов нет. Вторник традиционно для раскачки. Начать неделю планируют с вопросов интеллектуальной собственности. Сегодня обсуждают, как прошли праздники и какие новости они принесли. Оппозиционеры хотят вызвать на ковер правоохранителей. За свята было очень много провокаций. Началось покладение квитов памятников Батутину в центре Киева. Потом 2 травня марш националистов в Одессе и высловивание представителей правого сектора. Блокирование телеканала Интер. Причем блокировали организации, которые американский конгресс своей резолюцией назвал неонацистскими. Мы требуем, чтобы руководители правоохранительных органов пришли в парламент и заявили, каким образом будет наведен порядок в государстве. Требуют и навести порядок в социальных вопросах, решить проблемы чернобыльцев и переселенцев. В Батьковщине снова говорят о газе и настаивают на запрете передачи управления ГТС сторонним лицам. И, конечно же, о тарифах. С 1 июня «Нафтогаз» предложил новое подорожание до 11 тысяч гривен за тысячу кубометров. А осенью очередное. Я не помню за все свое політичное життя, чтобы так цинично, так жестко, никому ничего не пояснюючи, по сути, вбивали украинские родины. Они копийки направили на то, чтобы поддерживать работу газотранспортной системы, которая приносит в стране 3 миллиарда долларов щорочно. Так вы знаете, что они показали в бюджете? Что наша транспортная система принесла за 2017 год 1 миллиард долларов взбитков. Когда нам весь час рассказывают, что мы имеем заради кредита МВФ поднять цену на газ, продать землю сельскохозяйственную, поднять пенсийный век, дать прослушку НАБУ, створить антикоррупционный суд. И все это заради кредита международного валютного фонда. У меня просто вопрос к владею. А когда заради украинцев будете что-то делать? Мы предлагаем залезть из этой дозы наркоманской и из этого стакана. И начать, наконец, заработать самим. Но в парламенте на этой неделе будут обсуждать другое. Главным документом станет проект деятельности Государственного бюро расследований. Предлагает большинство и закрыть, наконец, кадровые вопросы. Некоторые, дескать, перезрели. История с выбранием аудитора НАБУ явно затягнулася. Мы должны как-то быстрее выбрать аудитора НАБУ. Это обвязок Верховной Рады Украины. Чем быстрее, тем лучше. В момент создания бюро получило высокий аванс сообщественной доверия. На жаль, до работы НАБУ накопичилось много вопросов не только в нас, а и в гражданах. Уже не можно затягивать процессу нового Центрального выборчого комиссии. Мы просто еще раз наголошим, что в четверг мы это вопросы должны решить. Подача кандидатур на аудитора НАБУ завершена. Теперь дело за комитетом. А вот уволить старых и назначить новых членов ЦИК депутатам предлагают уже в этот четверг. Но там не все так просто. 13 стульев, 14 кандидатур. Из-за этого весь сырбор. Это элемент шахрайства. Власне, предложить больше кандидатов на количество мест, которое есть. Это не демократично, неправильно, манипулятивно. Все намагания пробхать своих людей в ЦВК и создать там большинство, они свидетельствуют того, что сегодняшняя влада готовится к квалификации выборов. Но это не пройдет. Конечно, мы поддерживать не будем, потому что порушенный квотный принцип формирования ЦВК. Мы направили две кандидатуры. Нас начали умовлять, чтобы оставить одну, но мы не можем погодить. Это же на торги. Если мне не будет предложен никакой механизм, у меня, глава Верховной Рады Украины, остается только один законный механизм ставить на голосование и, следом рейдного голосования, выбрать тех кандидатов, которые набирают наибольшую количество голосов. Кто лишний, могут договориться лидеры фракции, уверен спикер. Но договорятся ли? Впрочем, впереди еще более жаркая дискуссия. На следующей неделе парламент может рассмотреть многострадальный законопроект об антикоррупционном суде. Ускориться попросил глава Верховной Рады. Уже в эту среду профильный комитет должен согласовать все поправки. Их почти две тысячи. Не только украинскими виллами богат СМИ выяснили, какой элитной недвижимостью в Израиле владеет Вадим Рабинович. К слову, этой информацией уже заинтересовались и антикоррупционные органы. Так какая же она, жизнь на земле обетованная? Выясняли и наши корреспонденты. Битан Аарон. Национальный заповедник, культурный центр и одно из любимых мест туристов. Здесь все пропитано древней историей. Собственно, в эту историю решил вписать себя и украинский нардеп Вадим Рабинович. По информации журналиста Василия Кручака, в этом городе, расположенном недалеко от Тель-Авива, парламентарий владеет элитной виллой. Более того, в этом дорогостоящем имении он официально зарегистрирован. Дом построен в современном стиле, у входа статуи двух львов. Участок под усиленной охраной. Только на фасаде здания минимум три камеры видеонаблюдения. Стоимость такой виллы в заповедной зоне Бетана Аарона исчисляется десятками миллионов долларов. Откуда деньги на такую роскошь, неизвестно. Сам Рабинович в декларации большое состояние не афиширует. Крупным бизнесом не владеет, а все, что накопил непосильным депутатским трудом, переписал на супругу. Сам же в телевизионных эфирах регулярно утверждает, за душой не имеет ни гроша. Впрочем, бедная депутатская жизнь не мешает ему владеть вот этой виллой на Печерских холмах столицы. Здесь самая дорогая недвижимость в Киеве. А это элитный жилой комплекс в Конче-Заспе. Эту виллу Вадим Рабинович арендует по скромным подсчетам за 10 тысяч долларов в месяц. Бывает здесь максимум один раз в неделю. Чаще Нардеп летает за границу. Пользуется исключительно услугами частных компаний. Тесно сотрудничает с российскими авиаперевозчиками. Только за первые месяцы этого года Рабинович более пяти раз летал в Европу. Стоимость трансфера в одну сторону более 20 тысяч евро. К слову, в феврале, возвращаясь из очередного вояжа в Киев, Нардеп по неизвестным причинам оформил авиабилет на израильский паспорт, тем самым подтвердив эту информацию. Говорить о двойном гражданстве Рабиновича журналисты начали еще в конце прошлого года. В сети появилась информация, что в 1994 году парламентарий репатриировался в Израиль вместе со своей супругой и двумя детьми. В подтверждении журналисты предоставили идентификационный номер, который присваивают каждому гражданину этой страны. В Верховной Раде заинтересовались двойным гражданством Рабиновича и несколько нардепов обратились в НАБУ с требованием проверить эту информацию. Впрочем, Национальное антикоррупционное бюро вместе с САП и НАПК уже открыли в отношении Рабиновича четыре уголовных производства. Но лидер за життя, по всей видимости, судебных тяжб не боится, так как уверен, что от уголовной ответственности всегда может скрыться за забором своей элитной виллы в израильском Бетана Ароне. Атаки боевиков на Донбассе не ослабевают. Сегодня под минометным огнем оказались позиции армейцев в Песках, Золотом и Зайцеве. Впрочем, целится противник не только по опорным пунктам наших военных. Больше всего страдают местные жители. Из Зайцева материал нашего военкора Ирины Баглай. Грядка к грядке, неподалеку самодельные теплицы. Хозяйничает здесь пенсионерка Вера Григорьевна. Все растет. И лук, и чеснок, и морковка, и свекла, и картошка. Глядя на этот порядок и образцовый огород, которым может похвастаться не каждая хозяйка на мирной территории, даже не верится, что выращивает это всю пенсионерка уже 4 года под снарядами и пулями российских наемников. Несколько дней назад ее соседка не успела добежать до укрытия, получила ранение прямо на огороде. Ну вот, стреляют мы делаем. Не боитесь? Боюсь. И очень боюсь. А делать надо. А жить чем? Остается только уповать на то, что повезет, и вражеские снаряды пролетят мимо, не перепашут выращенное. Как это уже было прошлой весной. Буквально в 10 метрах за деревьями, поврежденными осколками, разрушенные дома Веры Григорьевны и ее сестры. Эта хата сгорела, а это все разбили. Вот гараж был, его нет вообще. Его вообще нет. Снесло все. Кухню тоже все разбили и блоки выбило. Этот сарай развалило вот так на части. Все, все разбитое. Ни где ничего нет живого. Больше всего страдает местное население. Разбили сарай, в окна там в 4 будинках повылетали, дахи побитые. Ну, ведут эффективный огонь, но по местному населению. А здесь уже линия фронта. Село разделено на две половины. Одна под контролем Украины, другая временно оккупирована. С нулевого рубежа тоже видны дома, но они уже давно немирные. В этих домах располагаются боевики, оттуда ведут спостережение и точно так же работают со снайперских винтовок и с пулеметов. Сначала работает пулемет и под прикрытием пулемета начинает работать снайпер. Мы слышим похожие выстрелы, но оказывается, это уже боевики целятся не по нашим позициям. Под ствольник працюет. А куди вони стреляют? Между собой. У них очень часто ротация идет, они что-то там не выходят. Утром эту позицию российские наемники плотно накрыли из ствольной артиллерии. Вражеские САУ выпустили по нашим солдатам два десятка снарядов. Ирина Баглай, Даниэль Косаковский, Игорь Чепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. На полигоне Широкий Лан Николаевской области к концу года откроют современный военный городок. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке президент Петр Порошенко. Построить планируют 11 современных казарм, столовую на 2500 мест, спортивную базу, базу отдыха для контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе и медчасть. Потратят на это 400 миллионов гривен. По словам президента, это первый масштабный проект, который строят за бюджетные деньги. Глава государства намерен лично контролировать строительство. Продолжение следует... В Иерусалиме открылось американское посольство. Напомню, в Израиле все депредставительства находятся в Тель-Авиве из-за спорного статуса Иерусалима, но президент Трамп решил это исправить. Торжественная церемония проходила на фоне жесточайших столкновений палестинцев с военными. На границе с сектором газа уже идут бои. Материал Сергея Услендера. Недалеко от посольства проходит демонстрация противников его открытия. Тут же рядом сторонников. Полиция разделила две манифестации, чтобы участники не передрались. А в полукилометре от них историческое событие. Первое за 70 лет существования Израиля иностранное посольство открывается в Иерусалиме. Дистанция от «сказал да сделал» у американского президента оказалась очень короткой. Израиль является суверенной страной с правом, как и каждый суверенный народ, определять свою столицу. Тем не менее, в течение многих лет мы не признавали очевидной, простой реальности, что столица Израиля – Иерусалим. 6 декабря 2017 года Соединенные Штаты наконец-то официально признали Иерусалим – столица Израиля. Это видеообращение Трампа транслировалось на церемонии открытия. Сам президент, хотя его и очень ждали, не приехал. Во многом, чтобы не осложнять израильским спецслужбам и без того непростую задачу. Меры безопасности и так были беспрецедентны, даже по израильским меркам. Проверяются все подозрительные автомобили, все подозрительные люди. Полицейские работают в усиленном режиме. На данный момент здесь и в окрестностях по всему Иерусалиму сосредоточено около 2000 полицейских и пограничной полиции. Американцы говорят, перенос дип-миссии – это не аванс. Никто ничего от Израиля требовать не собирается. Раз Иерусалим – столица, значит тут и быть посольству. О своем желании перенести дип-представительство в Иерусалим уже заявляли около десятка государств. Чехия, Сальвадор, Гватемала и другие. Но все они всегда оговаривались, что сделают это только после Вашингтона. И вот Вашингтон сделал. Как и ожидалось, перенос посольства вызвал сильнейшие волнения среди арабов. На границе с Газой разгорелись ожесточенные столкновения. В этот раз палестинцы пошли на прорыв через заграждение. Солдаты открыли огонь на поражение. Возле КПП Керемшалом разгорелся настоящий бой. Под прикрытием демонстрантов несколько групп вооруженных боевиков атаковали военных. Пришлось применить пулеметы. Убитых уже больше сорока. Раненых сотни. Столкновения не утихают. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Смертная казнь грозит украинскому моряку Андрею Новичкову в Иране. Местные власти обвиняют его в убийстве матроса иранца. Новичков утверждает, что его права на защиту грубо нарушаются. Привлечь внимание к проблеме украинца сейчас пытаются его друзья. Все подробности в сюжете Андрея Анастасова. Бабушка Андрея Новичкова показывает фотографии внука. Сейчас Елена Николаевна единственный родной человек, который ждет его дома. Два года назад тяжело заболела мать парня. Инфаркт на фоне инсульта. Срочно понадобились деньги на лечение. И Андрей, не раздумывая, ушел в рейс на первом же судне, на которое смог устроиться. Но вскоре мама умерла. Он ей говорит, мамочка, я ухожу в рейс, улетаю завтра. Все будет хорошо, мы с тобой встретимся. И когда он улетал и поднялся только в воздух, в этот момент мама скончалась. И вот после этого пошли все неприятности дальше с Андреем. На иранском судне Орезу Андрей был старшим помощником капитана. В январе 2017-го произошло ЧП. За бортом оказался младший матрос, иранец Мохаммед Бахранпур. Его тело так и не нашли. Когда судно зашло в воды Ирана, местные власти арестовали Андрея, обвинив в умышленном убийстве иранца. За это Одесситу грозит расстрел или виселица. Сам он говорит, видел только, как матрос выпрыгнул за борт. После того, как я увидел, что он выкинулся, что он выпрыгнул за борт, я начал действовать согласно правилам. Выкинул круг, привлек внимание, призвал экипаж, и я не знаю, был он склонен, не был он склонен. Он был каким-то таким странным человечком, который вечно улыбался. Никаких доказательств вины Андрея следователи так и не предоставили. Но, тем не менее, украинский моряк до сих пор в Тегеране. Находится под следствием по законам шариата. Ему грозит смертная казнь. Судебные заседания ведутся на персидском языке. Нет ни переводчика, ни доступа к материалам дела. Друзья Одессита пишут петиции и проводят акции, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме. В то, что Андрей мог кому-то причинить вред, не верят. Мы слишком хорошо и много лет знаем этого человека, чтобы хотя бы просто минимально допустить мысль об этом. Да, у него твердый характер, как и у всех, в принципе, кто сходит в офицерский состав. Там других нет. Но он очень мирный человек. За комментарием мы обратились в Министерство иностранных дел Украины, написали запрос, но ответа пока не получили. Сам Андрей Новичков рассказывает, на местном уровне ему помогают, чем могут украинское представительство и диаспора. А вот помогут ли своему соотечественнику в Киеве? Бабушка Одессита продолжает в это верить. Мне 81 год, вы поймите. Я вынуждена, я мысленно мечтаю, что я должна его увидеть в проеме аэропорта. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Украина для Германии надежный транзитер газа и важный партнер в Восточной Европе. Именно поэтому немецкое правительство продолжит поддерживать Киев, в том числе в вопросе продления санкций против России. Об этом во время встречи с премьером Владимиром Гройсманом заявил немецкий министр экономики Петер Альтмайер. По его словам, в Берлине с уважением относятся к интересам Киева, в том числе финансовым, и считают, что на будущее нужно разработать гарантии транзита газа через Украину. В свою очередь, Владимир Гройсман поблагодарил Германию за поддержку и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества. Особенно следует значить твердую позицию Немеччины, канцлера, пани Меркель, в том числе поддержки суверенитета Украины, восстановления территориальной ценности. Мы увеличиваем постоянные обсяги нашей двусторонней торговли, но я считаю, что нам нужно больше интенсивно заниматься вопросами инвестиций в экономику нашей страны. Мы видим определенный прогресс в сфере реформ. Буквально вчера я был на встрече с немецкими предпринимателями. Мы говорили о том, что украинская экономика растет, что необходимо продолжать путь реформ. И мы бы хотели использовать те шансы, которые открываются перед нами, чтобы улучшить жизнь людей в Украине. После встречи с немецким министром Владимир Гройсман побеседовал с членами Наблюдательного совета Ялтинской экономической стратегии. 15-я ежегодная конференция ЕС состоится в сентябре, где в основном будут обсуждать вопросы экономики и привлечения инвестиций. Премьер также отметил, что Украина твердо решила запустить работу антикоррупционного суда, а это позволит закрепить позитивную динамику в экономике страны. Это подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Надеждам проездом. Как львовские чиновники умудрились обхитрить водителей маршруток? Лучше без футбола. Почему вслед за украинскими и немецкие политики призывают бойкотировать чемпионат мира по футболу, который состоится в России? Оппозиционный блок и председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная стали лидерами доверия в Харьковской области. А Юрий Бойко возглавил рейтинг кандидатов в президенты. Таковы результаты масштабного соцопроса Института глобальных стратегий в Харьковской области. Подробнее в нашей справке. Самый высокий уровень поддержки среди партий у оппозиционного блока. За эту политсилу готовы голосовать 20% жителей Харьковской области. А лидер АПО-блока Юрий Бойко получил наивысшую оценку среди политиков. Его поддержали 27% опрошенных. Я думаю, это рейтинг за оппозиционность. Харьковщина и ряд сходных регионов все-таки ходят в оппозиционный пояс. Кроме того, Юрий Бойко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты. По данным исследования, за него на выборах готовы проголосовать 22% жителей Харьковской области. На втором месте Юлия Тимошенко, у нее 12%. Среди фаворитов и президент Петр Порошенко. 11% опрошенных снова хотели бы видеть его на посту главы государства. А рейтинг местных лидеров возглавляет глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. За нее готовы отдать голоса 64% респондентов. Очевидно, работа главы областной государственной администрации опрошены. Не могли не отметить то, что глава областной администрации привозит президентов в ряда европейских государств, завозит инвесторов в Харьковскую область, в город Харьков. Так что строится инфраструктура, расстраиваются мосты, дороги и так далее. То есть наблюдатели, граждане не могут не отметить то, что есть динамика, есть драйв вот этот инвестиционный, особенно вот на фоне других регионов. Это одно из самых масштабных исследований. Его проводили по заказу Института глобальных стратегий, и на протяжении месяца социологам удалось опросить более 18 тысяч человек. Втрое дороже, чем в Европе. Департамент здравоохранения Киевской мэрии закупил препараты для гемодиализа на 30 миллионов гривен. По информации издания, наши гроши тендер через Прозоро выиграла компания БилиМед, которая фигурирует в уголовном производстве. Всего участия в конкурсе принимали три фирмы, Индекс, Топсервис Медтехника и БилиМед. При этом разрыв между минимальной и максимальной ценой у всех компаний 0,03%, и ни одна из компаний стоимость не снижала. Отмечу, что польские больницы заказывают препараты этого же производителя в три раза дешевле. Например, концентрат для гемодиализа в перерасчете на украинскую валюту полякам обходится в 15 гривен за литр, а столичные власти согласились на цену в 40 гривен. Иглы закупили по 23 гривни за штуку, в то время как поляки и чехи покупают их за 7-8 гривен. По словам экспертов, все обстоятельства тендера и стоимость препаратов вполне могут быть предметом расследования. Мы должны разбираться правоохранительные органы. Они хорошо финансируются, они прошли или проходят реформирование. У нас есть НАБУ, НАЗК. Тут надо бороться с этим. Это хозяйствующие субъекты. К сожалению, потому что они плохо работают, получают сумасшедшую зарплату и не разбираются при этом, то бюджет здравоохранения, естественно, с этих мизерных своих затрат вынужден это покупать. Это вопросы к полиции, к НАБУ, к Генеральной прокуратуре, к СБУ. Ну, пожалуйста. Компания «Белеме» в 2016-м заключила договор с Житомирским облсоветом на поставку материалов для гемодиализа на 26 миллионов гривен, а потом ДОП-соглашением изменила поставки немецкой техники на египетскую. Это решение и стало поводом для следствия. Как фирма с подмоченной репутацией выиграла очередной миллионный конкурс, запрос об этом мы уже направили в столичный департамент здравоохранения. А вот какие грешки еще вводятся за компанией, корреспонденты подробностей уже выясняют и готовят собственное расследование. Врачебная халатность или невнимательность в Павлограде Днепропетровской области медсестра перепутала препараты и выдала больной девочке дезинфицирующее средство вместо лекарства. Пациентка получила ожоги, все подробности выясняла Елена Миндалюк. Пострадавшая Влада общается шепотом. У нее все еще болит горло, сложно глотать даже воду. В областной детской больнице 13-летняя девочка уже третьи сутки с ожогами пищевода. Так ее лечили в Павлоградской больнице. Там у девочки диагностировали воспаление поджелудочной железы. В первый же день медсестра вместо таблеток дала ей дезинфицирующее средство. Я сделала глоток, она начала все жечь. Я ей говорю, что мне больно, она говорит, да как, не может быть такого. И потом она как посмотрела, что да ладно, ах, но она говорит, меня с работы сейчас попрут. Желудок Влади перепуганные медики промывали целые три часа. Скорую вызвали только когда в больницу приехала мама. Неотложка увезла девочку в областную детскую больницу. Как случилось, что вместо лекарств ей дали дезинфицирующее средство, перепутавшая препараты медсестра по телефону объяснить не смогла. Валентину Сироченко уже отстранили от работы. Извините, не могу. Не могу. Я размерю сейчас, я в больницу попаду. Мне плохо очень, не так. В больнице проводят служебное расследование. Пока от работы отстранены и главврач, и заведующий детским отделением. Исполняющие обязанности оправдывают медсестру. Мол, пакеты с лекарственным препаратом и дезинфицирующим средством внешне почти одинаковы. И оба в виде геля. Вот так она сначала положила ее сюда, наверное. А потом отсюда же и брала. Там же не одно это лекарство. Еще другие лекарства брали. Упаковки похожи. И все. Вот так вот и получилось. А вот почему дезинфицирующее средство хранилось вместе с медикаментами, выясняют правоохранители. Состояние девочки сейчас средней тяжести. В больнице она пробудет еще минимум 10 дней. Она получает антибактериальную терапию, противовоспалительную терапию, гормональную терапию. Планируется проведение контрольной гастроскопии. Влада и ее мама надеются, что виновных накажут. Если полиция докажет халатность медсестры, ей грозит до трех лет тюрьмы. Елена Маналюк, Евгений Горнецов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. Об обмане заявляют водители Львовского горэлектротранспорта. Им еще месяц назад обещали повысить зарплату, но получив ее, люди снова вынуждены считать гроши. Ситуацию разбиралась Галина Якушко. Мало того, что обещанного не дождались, так еще и получили меньше, чем в апреле. Водители львовских трамваях и троллейбусов шокированы последней зарплатой. Вместо привычных 8 тысяч гривен всего около 6. 8 с половиной и еще меньше получаем. Не досыпаешь, не доздаешь, то просто насмехаются на нам. На повышение зарплаты водители львовского электротранспорта наделись целый месяц. Ведь именно этим чиновники объясняли рост тарифов на проезд. Чего вы это делаете? Заросла заработная плата. Билеты вот уже целый месяц продают не по 3 гривны, а по 5. Проезд подорожал, зарплата осталась прежней. Водители электротранспорта говорят, в повышение уже и не верят. Его не было последние 3 года. Не повысили, поскольку не хватило денег. Предприятие работает в убыток, заявляют сейчас чиновники. На вопрос, на что ушли деньги, появившиеся после подорожания проезда, отвечают, рассчитались за электричество. Теперь дают новые обещания до сентября накопить на повышение окладов, ориентировочно на 32%. Впрочем, повышать зарплаты в сентябре возможно будет уже некому, говорят местные активисты. Летом пассажиропоток заметно слабеет, а зарплата напрямую зависит от выручки. Многие могут выехать за рубеж, где водителю платят от 1000 евро. Мы можем дойти до той ситуации, как в автобусных перевязаниях, что на один автобусе есть полтора водя при норме 2,5. Тут может быть та же самая аналогичная ситуация, если неправильно дальше поводиться с водями. Водители подсчитали, сейчас за час работы получают около 26 гривен. И говорят, чтобы удержать их на рабочих местах, платить должны почти вдвое больше. Галина Якушки, Юрий Голубенко. Подробности телегнал Интерлевов. Железнодорожники начали всюукраинскую бессрочную акцию. Грузовые поезда из 8 депо сегодня отправились с большим опозданием. Машинисты отказались выезжать на маршруты. Вместо них поехали инструкторы. А в Дарницком депо транспортники вообще заблокировали работу. Говорят, больше не намерены работать с нарушением правил безопасности, поскольку многие поезда неисправны и даже в аварийном состоянии. В ответ на действия железнодорожников администрация депо пригрозила им увольнением. Поддержать машинистов приехал и угловый комитета ВР по вопросам соцполитики. Сергей Каплин пообещал взять под личный контроль. Вопрос повышения зарплат и проверку безопасности локомотивов. Вопрос повышения может спалахнуть в любом случае. Такой локомотив становится загрозой безопасности движения. Еще много внимания с охраной работы. У нас отсутствуют средства индивидуального защиты от электрического струма. Такой локомотив выезжать не может на линию. На наших людей весь этот момент был действительно просто шаленый тиск. Я возвращаюсь к премьер-министра страны, министра инфраструктуры, к руководству профильного комитета ВРУ. Взять вместе, объединять и защитить интересы тех людей, которые сегодня обеспечивают деятельность экономических артерий нашей страны. Ну и я возвращаюсь к тем, кто сегодня, протягом этих первых годов нашего страйка, погрожил безусловно этим людям. Погрожил освобождением, погрожил тетушками, погрожил переследованиями, погрожил изменением заработной платы, погрожил блокированием возможности работы этих людей. Мы будем защищать каждого без вынятку простого машиниста. Новая полиция со старыми замашками. На основании видео, на котором правоохранители издеваются над мужчиной, прокуратура возбудила уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления нацполиции в Сумской области. Поводом для расследования стала запись, которую житель Сум снял 13 мая из окна своей квартиры. В кадре патрульные наступают берцами на пальцы ног и рук мужчины, бьют его, хотя он не проявляет агрессии и не сопротивляется. Дела открыли по статье «Превышение служебных полномочий», которая сопровождалась насилием. В Киеве прогремел мощный взрыв. Сегодня ночью неизвестные бросили два взрывных устройства на территорию складов в Гласеевском районе. Пострадали шесть охранников, они в больнице, один до сих пор без сознания. Полиция открыла уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Все обстоятельства взрыва сейчас выясняют. Терроризм и российская агрессия – это две главные угрозы для Европы, заявил шеф британской контрразведки «МИ-5». Эндрю Паркер выступил перед европейскими коллегами с посланием. Почему глава секретной службы решил впервые в истории высказаться за рубежом, расскажет наш британский субкорс Светлана Чернецкая. Под одной крышей руководители спецслужб со всей Европы. Это самый масштабный съезд за многие годы. И гвоздь программы – начальник британских шпионов. Впервые в истории контрразведки «МИ-5» ее шеф выступил с речью за рубежом. Причин такого исторического решения несколько, но самое главное – Брексит. Британия выходит из Евросоюза, но не хочет разрушать налаженное годами сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Сейчас между европейскими спецслужбами очень тесное взаимодействие, обмен информацией и общие спецоперации. Для Лондона недопустимо оказаться за бортом такой мощной машины. Эндрю Паркер призвал коллег работать вместе даже после того, как Британия покинет Европейский Союз. Мы живем в эпоху, когда Европа сталкивается с устойчивыми угрозами со стороны определенных государств. Я имею в виду не то, что одни разведчики шпионят за другими, а прежде всего преднамеренную целенаправленную деятельность, цель которой – подорвать наше свободное, открытое и демократическое общество. Паркер назвал две главные угрозы для Европы. Первая – это Россия. Глава МИИ-5 в очередной раз подчеркнул, ей не простят аннексию Крыма и нарушение международных прав. Также он сообщил коллегам о ходе расследования дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в котором обвиняют Москву. Ну а вторая угроза, по мнению Паркера – терроризм. Дескать, после значительных потерь в Сирии и Ираке, ИГИЛ сейчас перегруппировывается и в дальнейшем будет наносить удары по Европе. В Британии в прошлом году в результате террористических атак погибли 30 человек, а в нынешнем МИИ-5 уже удалось предотвратить 12 терактов. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Цена вопроса. Госсекретарь Помпео впервые обнародовал условия сделки с КНДР, сообщив в прессе, что именно Америка предлагает Северной Корее в обмен на отказы от разработок атомной бомбы. Дмитрий Анопченко расскажет подробнее. До встречи Трампа и Кима в Сингапуре меньше месяца остается. Чего штаты хотят от КНДР, понятно, сворачивание их ядерной программы. А вот что именно готовы предложить взамен, оставалось тайной. Госсекретарь Майк Помпео впервые детально рассказал, какие козыри будут у Дональда Трампа на этих переговорах. В эфире Fox News новый глава Госдепа заявил, Вашингтон предложит Киму перестроить КНДР за счет инвестиций американского бизнеса. Придут американцы, частный бизнес, не за деньги налогоплательщиков. Бизнес отстроит энергетику, а им очень не хватает электричества в Северной Корее. Отстроит инфраструктуру, поможет сельскому хозяйству, чтобы люди могли наконец-то есть мясо и жить здоровой жизнью. При этом Соединенные Штаты готовы дать гарантии, что они будут добиваться смены режима в стране и личные гарантии безопасности самому Киму. Если ты дашь то, что нам нужно, ты останешься у власти? Нам нужно будет предоставить гарантии в области безопасности, честно говоря. Этот обмен гарантиями дожидается своего часа уже 25 лет. К этому моменту Помпео уже дважды встречался с главой КНДР, готовя почву для переговоров с президентом Америки и признается, по его ощущениям Ким вовсе не такой безумный диктатор, каким его представляла пресса. Он способен к сложным переговорам, когда это необходимо, следит за иностранной прессой и, возможно, даже эту программу посмотрит. Ему не все равно, что говорят в мире. Судя по лицу ведущего, даже он был удивлен, насколько сильно изменилась сейчас риторика первых лиц Америки. Пресса США пестрела желчными комментариями. Сам Трамп иначе как маленьким человеком-ракетой Кима не называл. Но будущий саммит очень многое изменил. И основные разногласия сейчас скорее по вопросу, в каком порядке должны действовать США и КНДР. Совсем как у классика. Утром деньги, вечером стулья или наоборот. В Вашингтоне убеждены, что Пхеньян должен первым самостоятельно свернуть свою ядерную программу, ну а затем уже получит помощь и инвестиции. А вот КНДР считает, что этот первый шаг должна сделать как раз Америка. А затем готов двигаться, что называется, степ-бай-степ, шаг за шагом, меняя уступку на уступку. Кто уступит первым и станет основной темой переговоров Трампа и Ким Чен Ина? По словам Помпео, в КНДР якобы готовы к существенным компромиссам. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Запретить трансляцию чемпионата мира по футболу, который состоится в России, предлагают украинские депутаты. Соответствующий проект постановления внесли парламентарии от радикальной партии и самопомощи. Такой запрет, по их мнению, нужен, чтобы не допустить популяризации страны-агрессора. А вот немецкие политики призывают своих чиновников не ездить на матчи и не светиться на трибунах стадионов. Почему, расскажет Татьяна Лагунова. Байкотировать чемпионат мира по футболу призывает немецкая оппозиция, но не фанатов, а политиков. Не ездить на матчи в Россию членам правительства посоветовала лидер партии «Зеленая» Анна-Лена Бербак, а глава другой политической силы свободных демократов объяснил почему. Авторитетный журналист, допинг-эксперт телерадиокомпании АРД Хайо Зеппельт объявлен в России нежелательной персоной. Это повод для нашего министра иностранных дел разъяснить российскому послу, что мы понимаем под свободой слова и СМИ. Хайо Зеппельту, который собирался освещать мундиал и уже получил аккредитацию FIFA, отказали в российской визе без указания причин. Но руководство телеканала не сомневается, все из-за фильмов Зеппельта о применении допинга в российском спорте. Именно после его расследований ряд российских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях. Такого же мнения и сам Зеппельт, но признается, отказа он не ожидал. Честно говоря, нет. Ведь существует разница между выдачей визы для рядовой командировки и для освещения крупных спортивных мероприятий. В случае чемпионата мира по футболу есть договоры между FIFA и страной, которая его проводит. И принимающая страна гарантирует свободный доступ представителям СМИ из разных стран. Выдать Зеппельту визу уже призвали представители всех возможных журналистских международных организаций и европейские политики, в том числе и канцлер Германии Ангела Меркель. Светлана Лугунова, Геннадий Аникиенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Во время финала Лиги чемпионов в Киеве фейерверка не будет. Праздничные салюты были ограничены с началом боевых действий на Донбассе. Так объяснили в столичной горе администрации и в УФА с пониманием отнеслись к такому решению. Подготовка к финальному матчу идет полным ходом. Часть Крещатика перекрыли для обустройства фан-зоны. На стадионе Олимпийский сегодня был день открытых дверей. Журналистам показали, как там готовятся к игре. В частности, для СМИ смонтируют рабочие места сразу в трех секторах. Все билеты по информации УФА уже раскупили. Напомню, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая. На поле сойдутся Испанский Реал и английский Ливерпуль. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!